Всем привет! Меня зовут Саша Кузьмина, и вы на моем YouTube-канале. Сегодня мы снимаем в другом формате интервью в Тель-Авиве в Coworking Space Soft. Всем привет! Я Валерия Свирская, и сегодня я буду интервьюировать Алекс. Алекс, привет! Привет, привет! Спасибо, что пригласила меня на свой канал. Спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, немного вашим зрителям, о чем мы сегодня будем разговаривать. Да, я уже вначале сказала, что у нас сегодня будет формат интервью, и я решила, что мой лайфстайл может быть интересен кому-то. И сегодня мы немножко поговорим о том, как найти себя в IT, как найти себя в целом в Израиле после того, как ты эмигрируешь в новую страну. Я вам расскажу сегодня пару секретов своих, и я думаю, что кому-то это может быть полезно. От себя добавлю, что я тоже работаю в IT, я контент-партитолог, поэтому, возможно, мы с Алекс будем обмениваться какими-то специфическими терминами, но мы обязательно их все расшифруем и куда-нибудь добавим на картинку. Алекс, давай начнем со сном. Чем ты сейчас занимаешься? На сегодняшний день я групп-менеджер Head of Support в компании Yodpal. Грубо говоря, я занимаюсь техподдержкой, если в двух словах, да. Просто мне кажется, когда говорят техподдержка, сразу представляют кучу забитых мальчиков, которые сидят за своими лаптопами, сгорбившись и отвечают каким-то шаблоном на ответы людей с утра до ночи. Это ты вот этот сгорбавшийся мальчиком? Ну, отчасти это правда, я думаю. Я расскажу немножко подробнее. У каждого сайта, у любого приложения всегда должна быть техподдержка, особенно если компания выходит на какой-то определенный уровень, у них должен быть субпорт. И этим субпортом сегодня занимаюсь я. У меня есть несколько отделов здесь, в Израиле, и не только в Израиле, за его пределами. У меня есть несколько тем лидов. И мы, в принципе, занимаемся тем, что мы хотим, чтобы наш клиент был доволен. Сколько человек на тебя работает? Ну, если глобально, не только в Израиле, ну, я думаю, что подо мной где-то 20 с чем-то человек. Вау, отличный результат. Спасибо. А давай обсудим, как ты к этому пришла. Вот ты приехала из Украины, напомни, сколько лет назад? Десять лет я в Израиле. Десять лет в Израиле, окей. Ты приехала, ты там уже работала в IT? Нет-нет, я там закончила университет, и сразу после университета я эмигрировала в Израиль. Интересно. А как тебе пришла вообще такая мысль? То есть ты прочитала какую-то статью, посмотрела inspirational видео, посмотрела рынок зарплат? На самом деле, я приехала в Израиль, я оценила свои возможности. У меня уже был тогда хороший английский, потому что я закончила университет, факультет английской литературы. У меня еще был русский язык, как еще один скилл. Я приехала, я посмотрела вокруг в Тель-Авиве, что я практически живу во второй Кремниевой долине. Особых навыков у меня не было, кроме английского и русского. И очень хотелось хорошо жить, и после эмиграции хорошо зарабатывать. И я решила, что я буду искать себя в IT. Так я, в принципе, начала свой поиск. А подскажи, пожалуйста, какие стартовые зарплаты в IT? Ну, я думаю, что джуниор на сегодняшний день начинает с 9-10 тысяч шекелей. Очень неплохо. Это чистыми или грязными? Я думаю, что это брут, да. 9-10 тысяч это прекрасная зарплата. Я думаю, что у наших зрителей сразу возникнет вопрос, что же нужно сделать, чтобы устроиться в эту сферу. То есть нужно пройти специальные курсы, возможно, ты подскажешь, идти, закончить университет, получить бакалавр или матературу закончить. Как это работает? На самом деле, в зависимости от того, чем вы захотите заниматься в IT. Конечно, самый главный тип это будет учиться. И обязательно нужно учиться. И учиться не только тому, чем вы хотите заниматься. У вас еще, конечно же, должен быть хороший английский. Какой-то особый курс я сегодня советовать не буду, потому что у каждого свои возможности. И я думаю, что курс можно сделать и онлайн, и оффлайн какой-то курс. Их большое количество по всему миру. Не обязательно, если вы находитесь в Израиле, делать его здесь. Его можно сделать в любой точке мира. Поэтому нужно сначала понять, чем вы хотите заниматься. И потом уже от этого двигаться в направлении учебы. На собеседование смотрят на образование? Смотря чем вы будете заниматься. Но я думаю, что важнее в Израиле в IT не ваше образование, а ваши скиллз. Это то, что вы на сегодняшний день умеете. Какой у вас на сегодняшний день опыт. Поэтому я думаю, что это сыграет ключевую роль. Я бы хотела задать такой пикантный вопрос. Скажи, прежде чем устроиться на первую работу, сколько ты получила отказов? Вау. Какой хороший вопрос. Не знаю, очень много. Это до 10, до 50. Я думаю, что до того, как меня взяли в мой первый стартап, в котором я провела несколько первых лет и в принципе всему научилась, я, наверное, сходила на 50 собеседований. Вау. Я иногда вижу, как в Фейсбуке жалуются люди. Камон, я отправил 4 резюме, и никто не ответил. Да, это был долгий поиск себя, потому что я еще не знала, чем в IT я хочу заниматься. Поэтому я хотела на всякие собеседования junior positions. И, естественно, без опыта тебя не хотят никуда брать. Ты не совсем понимаешь environment, в котором ты будешь работать. Поэтому, да, я, наверное, сходила на собеседование 50. Вот это, кстати, интересно. Все хотят, чтобы у человека был опыт работы. А где его взять? Возможно, ты поделишься какими-то лайфхаками, да? То есть, как себя вести на интервью, чтобы ты без опыта работы просто пришла и тебя взяли? Я думаю, что нужно быть реалистом в этом плане. И обязательно, если ты хочешь работать, и ты уже определился, чем ты хочешь заниматься, наверное, нужно попроситься туда стажером. Это будет самый хороший вариант. Или попросить поработать на минимальную зарплату. Вот. Не думать сразу о деньгах, о том, что я в IT я буду много зарабатывать. Вот. И я думаю, что таким образом можно найти свою работу. Если рассказывать про мой пример, я в своем первом стартапе занималась не только суппортом. Я и делала всякие организационные моменты. Я просто хотела быть в этом. поэтому я согласна. Мне было все равно, сколько мне будут платить, потому что мне был важен этот опыт. Расскажи о своих коллегах. Кто эти люди, которые работают в IT-сфере? Потому что мне кажется, по разным сериалам, типа «Теория большого взрыва» кажется, что это все мальчики, мальчики, ботаники, которые сидят в халатиках, крапят над какими-то схемками. Ты знаешь, наверное, есть и есть. Мне кажется, что люди абсолютно разные работают в IT. И в зависит от того, чем ты занимаешься, возможно, ты программист, возможно, ты делаешь QA, возможно, ты работаешь в маркетинге, и у тебя абсолютно креативная должность. Поэтому есть абсолютно разные люди. И это самое прекрасное, что может быть в IT, что работа очень многогранная на самом деле. Но в основном это парни или девушки? На сегодняшний день, к сожалению, конечно, это в большинстве, наверное, мужской коллектив. К сожалению? Ребят, конечно, больше. Мне бы хотелось, чтобы было и девочек больше. Я вообще за equality. Есть сложности с этим? Ну, наверное, если я тебе скажу, что нет, я тебе, наверное, совру, потому что… Ну, какого рода сложности? Возможно, какую-нибудь ситуацию можешь привести, не называя имен и компанию? Ну, наверное, на сегодняшний день ни для кого не секрет, что мужчины сегодня, в 2021 году все равно зарабатывают больше. И, к сожалению, на одних и тех же позициях мужчины часто зарабатывают больше. И мы, конечно, за это все дело боремся. Вот. Поэтому, наверное, ничего нового я тебе здесь не скажу. Но были какие-нибудь случаи харассмента или буллинга, потому что ты девушка или, может быть, потому что ты молодой специалист? Нет, мне, наверное, не приведет в голову какая-то определенная история. Я тебе просто расскажу, как я ощущала себя все эти годы. Ты чувствуешь, что тебе нужно себя доказывать. Ты чувствуешь, что нужно доказывать свои интеллектуальные способности всегда. И это как-то не совсем на поверхности, но оно всегда в тебе сидит. И ты как бы делаешь, что же называется, extra mile, чтобы показать, что ты действительно знаешь, что ты делаешь. Саш, подскажи, пожалуйста, может быть, в твоей сфере есть такое понятие, как личный бренд, и к специалистам даже женского пола с сильным прокачанным личным брендом относятся как-то по-другому. Есть вообще что-то такое, что какая-нибудь звездная девушка или звездный мужчина с прокачанными соцсетями и, возможно, своими курсами. Конечно, есть. Это меньше в суппорте, где я работаю, но, скажем, в маркетинге очень важно. То есть очень часто есть такой стереотип, что если ты менеджер, у тебя не должно быть там соцсетей и лучше как бы скрывать свою личную жизнь. Вот. А мне кажется, если ты работаешь в маркетинге, то наоборот, твои соцсети, они только сыграют тебе на руку, когда будут искать тебя в социальных сетях перед собеседованием. Кстати, это очень важный момент. Вас всегда ищут в соцсетях перед тем, как вы приходите на собеседование. На какие соцсети обращают внимание? Я думаю, что на все, но на сегодняшний день есть платформа LinkedIn, в котором тебя обязательно проверят перед собеседованием, в котором ты можешь подробно написать о своем опыте или о своих желаниях, если опыта особенного нет. Это, кстати, хороший тип. Если опыта особого нет, напишите на своем LinkedIn, что вы очень хотите делать вот это, вот это и вот это. Мне кажется, что любой работодатель, увидев это, скорее всего, захочет хотя бы с вами поговорить. Интересно. А кроме LinkedIn, может быть, есть какие-то лайфхаки, типа митапов, каких-то конференций, где можно узнать побольше? Возможно, ты порекомендуешь нашим зрителям подписаться на какие-то рассылки или медиа? Ну, если мы говорим исключительно про Израиль, есть прекрасная платформа Secret Tel Aviv, в которой постят периодически классные работы, классные позиции для джуниоров в том числе. У нас есть Google Campus здесь, в Тель-Авиве, в котором проходят разные конференции, которые… Да, кстати, состояли там. Да? Да. Вот видишь. То есть есть очень много прекрасных мероприятий в Тель-Авиве, и вы можете приходить на них, знакомиться с людьми. Есть outsourcing hiring, когда каждая компания хочет нанимать людей, заинтересована, чтобы ускорить этот процесс. Сейчас они делают отдельные конференции выездные, поэтому есть очень много ивентов, и стоит их просто мониторить и ходить на них. Саша, давай обсудим карьерный рост в Тель-Авиве. Сколько примерно займет времени пробить вот этот потолок в 9-10 тысяч и перейти из джуниор-позиции по какую-то уже более основательную? Вау, это отличный вопрос, хороший вопрос, действительно. И он настолько многогранный, об этом можно говорить очень долго. Я просто скажу, что нужно быть assertive, есть хорошее слово на английском. Не ждать, что вы будете сидеть на одном месте несколько лет, и ваш начальник увидит, что вы хороший работник, и потом вас повысит. Стартапы сегодня растут семимильно, их очень много. Вы можете менять работы раз в несколько лет, и это нормально. Очень важно это подчеркнуть, я думаю. Поэтому ищите возможности сами, не ждите, когда они найдут вас. Какой у тебя был самый быстрый такой скачок в карьере? Ну, наверное, скажем, мой последний, потому что я была темлидом, я ушла в декрет. И, грубо говоря, пока я была в декрете, сегодняшняя компания нашли меня сами и предложили мне позицию и работу, которая у меня сегодня. Это очень необычно. Они знали, что ты находишься в декрете? Нет. По закону израильскому они не имеют права спрашивать у тебя в декрете, есть ли у тебя дети, какой-то семейный статус. Это все личная информация, которую никто не должен знать. И сколько лет сейчас твоей дочери? Ей будет в сентябре ровно год. А, какая прелесть. Да. Подожди, у тебя годовалая дочь, ты работаешь в полный рабочий день. Да. И ты вышла на работу сразу после того, как родила. У меня был короткий израильский декрет, да. Вау. Меня это поразило даже больше, чем 20 сотрудников. Как ты все успеваешь? Как ты это совмещаешь? Да никак я не успеваю. Все мы все не успеваем, наверное. Мне, конечно, помогают, у меня есть помощь. Мы так решили с моим партнером на сегодняшний день, что будет лучше, что он будет с ней первый год, пока она не пойдет в детский садик. Поэтому я, конечно, стараюсь проводить все свое свободное время с семьей. Но я пытаюсь найти то, что называется work-life balance. И я до сих пор его ищу. И думаю, что у меня неплохо получается. Слушай, ну тебе очень повезло с партнером. Я просто уверена, что наведут в комментарии люди, которые скажут, вот, это невозможно, это один случай на миллион, и невозможно так работать и совмещать карьеру и материнство. Вот что ты об этом думаешь? То есть, допустим, твой бы партнер отказался сидеть дома с ребенком, сказал я там, у меня свои дела. Я бы нашла какой-то выход этому. Мне кажется, что есть море вариантов на сегодняшний день. В Израиле садики есть с трех месяцев. И все женщины, которые хотят работать, этим пользуются. Есть варианты. Как примерно устроен ваш день? Ну, встаем в 6 утра, когда встает наша дочь. Первые несколько часов мы проводим вместе. К 9 утра я, как правило, начинаю работать. Работаю полный день до 4. В 4 я всегда прихожу домой. И я хочу несколько часов последние, пока моя дочка не ложится спать проводить с ней. Вот. Всем я кладу ее спать. И потом еще с 8 до 9, как правило, час другой я работаю. Саша, вот тебя послушать, у тебя просто дом, работа, дом. А остается ли время на себя? Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Ты завела YouTube-канал. Ты по-любому еще куда-то ходишь с друзьями. У тебя есть свое увлечение. Вот расскажи, как в такое плотное расписание можно все это уместить? Это хороший тайм-менеджмент. И я пытаюсь совмещать какие-то вещи. Естественно, с моим YouTube-каналом мой бойфренд, мой партнер, он мне очень тоже помогает. Мы делаем все вместе. Мои родители здесь, в Израиле, они мне тоже помогают с дочкой. Поэтому это все приоритеты. И, как вы видите, все. Ребенку нужно давать по потребностям. И я считаю, что я достаточно времени провожу со своей дочерью. Давай, наверное, сменим такую теплую, позитивную, лирическую тему на что-то пожестче. Давай поговорим о факапах. Какие, может быть, у тебя были факапы? Или какие самые распространенные факапы в вашей индустрии? Чтобы ребята не думали, что это жизнь, она просто как мед и молоко. Наверняка же есть какие-то сложности. Ну, не считая мужского коллектива. Конечно, сложности есть. Сложности есть в любой работе. И, конечно, все привыкли видеть своих сотрудников такими social butterflies, такими людьми с неиссякаемым ресурсом, скажем, который имеет свойство заканчиваться. Поэтому это может быть очень утомительно. Работа в IT с первого дня, как я начала, я практически каждую неделю что-то учу. Я постоянно учусь. Я нахожусь в постоянном поиске каких-то новых знаний. Нужно держать себя. Приходится работать с разными людьми, с разными personality, с разными обстоятельствами. Поэтому мое главное правило на работе – я ни из чего не делаю драму. Какая бы ситуация ни происходила, какой бы инцидент технически у нас ни происходил, мы его решаем все вместе. Мы делаем всегда после этого post-mortem. Мы смотрим, что мы можем из этой ситуации извлечь, чему мы можем научиться и продолжаем дальше. Мне кажется, это самое главное правило работы в IT. Саша, ты, конечно, очень толерантно ответила на вопрос. Может быть, вспомнишь какие-нибудь пикантные моменты? Ну, прямо из такого жесткого. Когда-то, помню, у меня на собеседовании спросили, еврейка я или нет. Здесь в Израиле? Ну да, здесь в Израиле. Прекрасно. Да, я помню еще когда-то у меня спросили, мне не спросили, мне сказали, а, ну вы русские, все хороши в математике. Вот такой я помню, такой комментарий. Ну это скорее приятно. Да, и обобщаю еще, да. Еще когда-то, помню, у меня спросили, собираюсь ли я выйти замуж в ближайшее время. Тоже очень, я считаю, unprofessional и вообще противозаконный вопрос. Но проскальзывает, проскальзывает такое, да. Я поняла тебя. Слушай, спасибо. Мне кажется, мы интересно поболтали. Ребят, если у вас были какие-то вопросы к Саше, обязательно пишите их в комментариях. А напоследок было бы здорово, чтобы ты дала какое-нибудь, вот, или напутствие, да, или поделилась какими-то ключевыми советами для тех, кто только начинает свою работу в IT. Да, я думаю, что главное напутствие будет определиться, чем вы хотите в IT заниматься, и расслабиться, и понять, что это тоже не вечно, что через пять лет вы можете заниматься чем-то другим. Сегодня вы будете работать в суппорте, а через пять лет в маркетинге. Сегодня вы можете быть программистом, а еще через несколько лет стать продакт-менеджером. Все очень динамично, и вы можете сами выбирать, чем вы хотите заниматься. Главное быть амбициозным человеком, знать, что вы хотите, и двигаться в этом направлении. И не забывать про LinkedIn, потому что это главная платформа для поиска работы в IT. Ну а если action items, то что конкретно нужно делать? Первое – это возьмите какой-то курс и поучитесь. Второе – обязательно предложите себя в качестве стажера. Если вы не уверены в своих способностях, пускай вас научат. Не думайте о деньгах, деньги придут потом. И третье, наверное, это social networking. Подумайте, где работают ваши друзья. Может, кто-то может передать ваше резюме. Может, кто-то может вас отрекомендовать. И ходите на разные ивенты, которые происходят здесь, в Тель-Авиве, все время. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, колокольчик. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И напишите в комментариях свою историю поиска работы. Самая интересная история получит от меня приз. Участвовать можно из любой страны. Пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok